Вы смотрите программу «Губерния» и вот главная тема выпуска. Замена крыш системы отопления электрики в области стартовала программа капитального ремонта детских садов. Жителям предлагают назвать самые ветхие объекты. Аварии возле Биберева случаются постоянно. В четверг там опрокинулся автобус. Мы вспомнили про самое травмоопасное ДТП на этом участке. Пандемия закончилась, а родители не пускают навещать детей в лагеря отдыха. Мы выяснили почему. В колледже и бизнес рука об руку. Студенты будут учиться за реальными станками. В регионе воплощают проект «Профессионалитет». Сейчас подготовлены новые образовательные программы, которые будут внедрены с 1 сентября. В Колобове открыли мемориальную доску Андрею Смирнову. Он погиб при штурме села Гойское в Чечне. Репортаж о кавалере Ордена Мужества смотрите совсем скоро. Целую неделю баскетболисты из разных городов страны будут жить и тренироваться в Иванове под руководством титулованных тренеров. Подробности в нашем материале. А также не пропустите, что интересного обнаружила прокуратура в Родниковской воде. Лихая поездка на внедорожники закончилась в пруду, подключились водолазы. Беспокойные соседи в Ивановских дворах нашли пристанище семейства пушастых сов. С вами Татьяна Прокопенко. Здравствуйте. Сейчас об этих и других событиях подробнее. Прокуратура Родниковского района возбудила административное дело в отношении управляющей компанией индустриального парка «Родники» из-за проблем с водоснабжением города. Ранее мы рассказывали, что вода в городе непригодна для использования. Она мутная и с запахом. Прокуратура привлекла к проверке специалистов Роспотребнадзора. Было установлено, что вода, которая поступает в дома по системе централизованного водоснабжения, не отвечает санитарным правилам и нормам. В отношении поставщика коммунальной услуги было возбуждено административное дело за нарушение требований к питьевой воде. Прокуратура настаивает на незамедлительном устранении этих нарушений. Соответствующие представления были внесены и в адрес управляющей компании индустриального парка, и в адрес исполняющего обязанности главы Родниковского района. Напомним, мы сообщали, что было принято решение в экстренном порядке обновить систему фильтрации на станции водоочистки. Фильтры заказали. А родниковцам сделают перерасчет за водопроводную воду. В Ивановской области перед судом предстанет 19-летний парень, по вине которого погибли две несовершеннолетние девочки. Они скончались от передозировки наркотиков, которые им передал злоумышленник. Подсудимому инкриминируют две статьи Уголовного кодекса. Незаконный сбыт наркотических средств и склонение к употреблению наркотиков, повлекшее смерть потерпевших. Само преступление было совершено летом прошлого года. Молодой человек со своим товарищем наведались на дачу, где их ждали 15-летние подружки. В гости они пришли не с пустыми руками. Обвиняемый достал сверток с наркотическим веществом, безвозмездно отдал его несовершеннолетним и предложил ему употребить, рассказав о том, как это сделать. Ночью девочки употребили часть указанного наркотического средства, вследствие чего скончались в доме от отравления. В настоящее время следователями собрана достаточная совокупность доказательств. Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Не пускают к детям. Такие сигналы приходят в нашу телекомпанию от родителей, чьи дочери и сыновья отдыхают в оздоровительных лагерях. Мы обратились в правительство области, рассчитывая получить однозначный ответ, разрешены посещения или нет. Первыми тревогу забили родители, чьи дети отдыхают в лагере Аллы и Паруса Родниковского района. Они пожаловались. Им запрещают посещать сыновей и дочерей. Директор лагеря тогда пояснила, что в постановлении главного санитарного врача Ивановской области нет четких разъяснений этого вопроса. Принять решение и не нарушить закон трудно. После вмешательства СМИ представители власти индивидуальные посещения разрешили. Та же проблема волнует и родителей, чьи дети проводят лето в других лагерях. В ответ на наш запрос Департамент соцзащиты вновь в Тиевата говорит, 20 июня запрет на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях приостановлен. Вместе с тем запрет на проведение мероприятий с посещением родителей сохраняется. Дословно так. Новая набережная в Иванове заросла травой и бурьяном. Такие обращения начали поступать на нашу горячую линию. В мэрии, уверяют, покос проводится регулярно. Речь идет об участке между Соковским и Самойловским мостами. Ивановцы уверяют, аллея превратилась в заросли, а сама территория серьезно запущена. Сейчас на месте трава частично покошена. Городской администрации нам сообщили, всего на покос из бюджета выделено 22 миллиона рублей. Две бригады работают с 7 до 10 утра. Что касается набережной, то это уже второй заход. За сезон один и тот же участок обкашивают в среднем от 3 до 5 раз. Работы сортовали в мае этого года и будут продолжаться до октября. Выкашиваются общественные территории. Газоны расположены на центральных улицах, магистральных, скверах, в парках, на улицах, где высокое движение и транспорта, и пешеходов. В четверг утром в районе села Биберево водитель ПАЗа по каким-то причинам не справился с управлением. Автобус вылетел с дороги и очутился в лесу. По нашей информации, пассажиров в салоне не было, водитель жив. На место происшествия приезжали скорая, пожарная автотестерна и, конечно, сотрудники ГИБДД. Аварии у Биберева происходят регулярно. В октябре 2018 года там столкнулись 4 автомобиля. Трое человек пострадали. Среди раненых был 4-летний ребенок. В августе 2019-го там разбился мотоциклист. Он не справился с управлением, двухколесный транспорт упал на проезжую часть. Мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу. В июне прошлого года, также недалеко от Биберева, Лада врезалась сзади в Ауди. Ее выбросило навстречку под колеса Тойоты. Водители пассажир Приоры погибли. Скончался и водитель японской иномарки. Еще одно происшествие на воде. На этот раз без жертв. При Градишу и в четверг днем в пруд провалилась машина. В салоне УАЗа было трое человек. Сообщение ЧП из службы 112 поступило на спасательную станцию около полудня. Спасатели оперативно выехали к водоему. К счастью, доставать из воды им пришлось только автомобиль. Водители и его пассажиры смогли выбраться самостоятельно. Водолазы все равно осмотрели машину, чтобы убедиться, что там больше не осталось людей. А потом при помощи эвакуатора достали УАЗ из водоема. Причины происшествия будут выяснять в ГИБДД. Пока есть только версии очевидцев. Водитель сидел на берегу, явно в нетрезвом состоянии. Со слов очевидцев, что они приехали искупаться. И, делая разворот возле пруда, автомобиль свалился в пруд. Жителям области предлагают назвать детские сады, которым нужен капитальный ремонт. В ближайшие три недели будет сформирован список таких объектов. Напомним, губернатор объявил о старте новой региональной программы по ремонту дошкольных учреждений образования. Правительственные сообщения о новой программе опубликовали в социальной сети ВКонтакте вечером во вторник. Сейчас под этим постом около сотни комментариев. Жители пишут о проблемах в детских садах, которые посещают их дети. Иваново, Шуя, Палих, Нерль, Тейково. Сообщения приходят из разных городов и поселков области. Областную общественную палату попросили собрать предложение граждан и проинспектировать сады со специалистами-строителями. И вот первое заседание Совета общественной палаты. На него пригласили и руководителя строительного комплекса правительства. Общественники договариваются, каким образом будут собирать и фиксировать жалобы жителей. Мы уже разбираем социальные сети, а именно комментарии, составляем собственные списки. Я сегодня лично оставлю в социальных сетях пост о том, что есть предложение о том, что могут мне писать лично, могут обращаться в общественную палату для того, чтобы мы формировали именно запросы по капитальному ремонту и ни в коем случае не путали его с текущим. То есть речь не о замене линолеума, дверей или оконных рам. Отбирать будут те сады, где нужно обновить крышу или инженерные коммуникации. Или фасад представляет опасность. Будем оперативно с Мариной Владимировной объезжать эти детские сады и смотреть. Все-таки основной упор, конечно, будет делаться на то, насколько степень износа. И будем ходатайствовать перед губернатором о выделении денежных средств на проведение ремонтных работ в тех детских садах, которые мы выберем. Вместе с общественниками изучать состояние садов будут специалисты. Есть договоренность об участии в таких инспекционных поездках сотрудников агентства капитального строительства. Профильный зампредправительства Сергей Чесноков еще раз подчеркнул, на что именно обратят внимание. Первое – это кровли, правильно было озвучено. То есть это отопление, это электрика, которая в некоторых садах находится в неудовлетворительном состоянии. Пожарная сигнализация. Ну и отмозка, которая ведет к разрушению фундаментов. Все эти проблемы мы проедем, озвучим. И я надеюсь, наши дети будут жить в более комфортных условиях. Инспекционные выезды планируют начать уже в понедельник. Пока даже предположительная сумма, которую правительство области готово выделить на новую программу, не озвучивается. Известно, что работы хотят начать как можно скорее. Что в первую очередь в список попадут те сады, где особо проблемная ситуация, требующая больших денег. Как, к примеру, в Южском саду, где во вторник был губернатор. Там без замены кровли нет смысла делать какие-либо другие ремонты. Или как в Песцове, где в марте этого года обрушился потолок в детской группе. Татьяна Прокопенко, Дмитрий Добыш, телекомпания «Барс». Сейчас короткая реклама, и вот о чем расскажем далее. Колледжи и бизнес рука об руку. Студенты будут учиться за реальными станками. В регионе воплощают проект «Профессионалитет». Сейчас подготовлены новые образовательные программы, которые будут внедрены с 1 сентября. Целую неделю баскетболисты из разных городов страны будут жить и тренироваться в Иванове под руководством титулованных тренеров. Подробности в нашем материале. Заботишься о безопасности и хочешь знать, что происходит в твоем дворе на парковке или детской площадке? Звони 93-93-93. Интеркомтел. Колледжи и бизнес теперь будут идти рука об руку. В нашем регионе действует программа для средних специальных учебных заведений «Профессионалитет». Это федеральный проект, но в нашей области он нацелен на подготовку специалистов для легкой и текстильной промышленности. Ведь студенты все реже выбирают такие профессии, как швея или ткач, а предприятия остро нуждаются в кадрах. Как привлечь и подготовить специалистов и сколько бизнес готов потратить на обучение? Алина Марычева продолжит тему. Меланжевый комбинат. За круглым столом правительство региона, представители текстильного бизнеса, а также руководители колледжей из разных районов. На повестке дня – реформа среднего специального образования. В этом помогает федеральная программа «Профессионалитет». Программа «Профессионалитет» является достаточно важной на территории Ивановской области, поскольку позволяет в новом формате организовать взаимодействие между работодателями и работниками. Но работниками в данном случае выступают выпускники среднеспециальных учебных заведений, в рамках которых срок обучения уменьшается существенно. По некоторым специальностям обучение сократится почти на год. Меньше теории, больше практики. Причем за современным оборудованием и в стенах реальных комбинатов. Пока и колледжи, и предприятия должны популяризировать востребованные профессии – швеи, ткача и оператора швейного оборудования. Для этого, например, проводили месяц без турникетов, когда родители вместе с детьми наглядно знакомились с работой предприятий. 50 различных производств посетили более 1600 человек. Сейчас в области на рынке легкой промышленности свободно более 2000 вакансий. После обсуждения планов и сложных вопросов переходят к итогам. Сейчас подготовлены новые образовательные программы, которые будут внедрены с 1 сентября. Более того, проводится обучение командное, в том числе представителям от власти. От департамента экономики у нас учатся коллеги от бизнеса и от колледжей, которые и опорные являются, и которые их сетевые. В программе «Профессионалитет» участвуют 8 текстильных предприятий. Считают, что реформа среднеспециального образования позволит решить проблему дефицита кадров, а также повысить уровень профессионализма студентов. Бизнес готов поддержать проект и выделит на его воплощение более 9 миллионов рублей. Мы, как компания, принимая решение о инвестировании, невольно ставим вопрос применимости тех инвестиций, которые мы хотим делать, в том числе в контексте наличия рабочих кадров. И сейчас основная цель участия бизнеса в разработке образовательных программ – это как раз работать на некотором опережении, то есть готовить кадры раньше, чем они понадобились. Напомним, что Шуйский многопрофильный и Ивановский политехнический колледжи выиграли грант в размере 100 миллионов рублей на реализацию программы «Профессионалитет». На эти деньги закупят новое оборудование, а также построят современный кластер, в котором и будет проходить модернизированное обучение. Алина Марычева, Григорий Мартиянов, телекомпания «Барс». В четверг в селе Колового Шуйского района открыли мемориальную доску кавалеру Ордена Мужества Андрея Смирнова. Он погиб при штурме Селогойское во время первой чеченской кампании. Церемония состоялась в день рождения героя. Памятную табличку повесили на стену местной школы, в которой учился военнослужащий. Подробности далее. На мемориальной доске молодое лицо – гравировка с армейской фотографией. Таким Андрея Смирнова запомнили родственники, друзья и односельчане. Он погиб в возрасте 22 лет. Иван Огнев – друг детства. Вместе с Андреем они ходили в детский сад, школу. Вместе катались на мотоциклах, посещали дискотеки и выпирались из различных переделок. Говорит, с Андреем было не страшно ни в огонь, ни в воду. Ну, если дрались, то дрались, ну не то что снимали где-то, то уж друг за друга. Так что, в общем, надежный был человек, который, я не знаю, даже это, можно было на него положиться. В 94-м году после срочной службы Андрей Смирнов вернулся в армию к контрактникам. В 95-м оказался в Чечне. Служил в составе 245-го мотострелкового полка. В апреле 96-го в селе Гойское боевики захватили в заложники группу российских строителей. Командование приняло решение брать населенный пункт штурмом. В нем участвовали сводные группы 245-го и 324-го полков. Операция началась 4 апреля и превратилась в настоящую мясорубку. Ребята попали в засаду. Очень хитро была состроена засада. Очень. И тоже так же, вот как сейчас на Украине, прикрывались они мирными жителями. Это все было в селе. И вот, ну, получилась вот так система. Отходить никто уже не собирался. Бились до самого конца. Андрюха был пулеметчик. У меня еще один друг, тоже шуйский Андрей Паснов. Тоже в один день они погибли. Там, вот, 4 апреля. В том же бою погиб еще один уроженец Ивановской области – Юрий Костерев. Все трое были награждены орденами мужества посмертно. До настоящего времени только у Андрея Смирнова не было именной мемориальной доски. Идея ее установки принадлежит ветеранам 245-го полка. В начале года они организовали сбор средств и занялись поиском изготовителя. А в итоге нашли и мастера, и спонсора в одном лице. Мне моя знакомая, ну, родственница, посоветовала обратиться в эту организацию «Каменный цветок». Я позвонил Олегу, на что он ответил, что он сделает все это безвозмездно, без всяких плат за это. Все раз я ему хочу сказать большую благодарность от всего нашего братства, 1245-го полка. Мемориальная доска Андрея Смирнова будет висеть рядом с другой памятной табличкой. Она посвящена герою Советского Союза, выпускнику Колубовской школы Алексею Лопатину. Он командовал пограничной заставой во Львовской области, которая в 41-м году в течение 10 дней сдерживала наступление фашистов. Пограничников взяли в окружение. Они отказались сдаваться, и в итоге все погибли. Сергей Веселов, Владимир Хмелев, телекомпания «Барс». В первой и второй теченских войнах погибли 111 жителей Ивановской области. Напомним, боевые действия на Северном Кавказе официально велись в 1994-1996 годах и в 1999-2000 годах. Чеченская война началась после распада Советского Союза, когда Кавказская республика решила выйти из состава России. Вооруженный конфликт 1994-1996 годов закончился для наших войск неудачно. За это время в Чечне погибли более 50 ивановцев. В 1997 году был заключен мирный договор. Однако чеченская сторона не соблюдала его условия. Усилился террор по отношению к сотрудникам МВД и представителям местных органов власти. В 1999 году началась новая фаза чеченской кампании. Отменена контртеррористическая операция на Кавказе была только в 2009 году. За эти годы на Кавказе погибли еще более 50 ивановцев. Власть радикальных экстремистов свергли, а Чечня осталась в составе Российской Федерации. В Иванове впервые стартовался российский баскетбольный лагерь «Феникс Кэмп». Дети из разных городов страны будут неделю жить и тренироваться с лучшими тренерами России. Как прошла первая тренировка, расскажет Денис Воробьев. Лагерь существует уже более пяти лет, однако в Иваново он выбрался впервые. Организаторов привлекла особая страсть к баскетболу, которая есть в нашей области. В частности, зрелищная игра клуба «Энергия» в первенстве «Дюбл». Ведь в этом сезоне тигрицы смогли обыграть сильнейшие команды страны и выйти в полуфинал. Чем отличается от обычного тренировочного процесса? Это несколько иным форматом подхода к тренировочному процессу, динамики его, насыщенности, ну и вниманию, контролю со стороны тренеров. Ввиду того, что на сегодняшний момент, на сегодняшнем кемпе с детьми будут работать пять специалистов, три тренера и два их помощника. Сергей Романовский в этом сезоне сделал из своих юниорок победителей первенства России. Все титулы и награды тренера не перечислить. Приехал в Иваново из Москвы. Говорит, за неделю сделать из детей чемпионов нереально, а вот дать сильную базу и показать технику – цель вполне достижимая. Главное – научить ребят играть в команде, ведь пока никто друг друга не знает. Тула, Москва, Санкт-Петербург, Иваново и малые города области всем придется показать свой характер на тренировках. Что я сделал правильно, что я не сделал неправильно. Как я бросаю, техника броска, что у меня правильно, что неправильно. Как должны стоять ноги, ручки, как закрывается указательный палец. Все это должно быть им как минимум рассказано, ну и как максимум усвоено. Первая общая тренировка пробная. Тренеры посмотрят на способности каждого ребенка, чтобы сформировать команды, равные по силам. Всего 16 детей в старшей и еще 20 в младшей группах. Организаторы уверяют, места разлетелись буквально в считанные дни, однако расширять их количество не собираются. Тогда может пострадать качество тренировок. Диме удалось приехать сюда из Южа. В баскетболе он 8 лет, брал первенство области, однако еще есть над чем поработать. Хотел бы я, наверное, изменить, научиться сделать хорошие комбинации, чтобы обыгрывать хорошо и бросок сделать поточнее. Пока ни с кем не успел познакомиться, но с командой, думаю, найдем общий язык с кем-нибудь. Большая радость не только для детей, но и для ивановских тренеров. Работа с лучшими поможет серьезно прокачать местный баскетбол, поэтому «Феникс Кэмп» – это зарождение спортивной дружбы между регионами. Они между собой подружатся, познакомятся, и когда будут играть в дальнейшем во всероссийских соревнованиях, это будет встреча друзей на спортивной площадке. Вот это главная цель нашего лагеря. Мы рады, что этот лагерь у нас состоится. И надеемся, что это будет ежегодное мероприятие. Теперь небольшой отдых в гостинице, а уже вечером повторный выход. Зажигаться искрами «Феникса» и всегда попадать в кольцо. Денис Воробьев, Дмитрий Добыч, телекомпания «Барс». На Ташкентской улице в Иванове во дворе одного из домов поселилось совиное семейство. По словам орнитологов, это не редкость. Сейчас в городе гнездятся как минимум шесть выводков. По словам жителей района 7-й горбольницы, не заметить слов сложно. По ночам птенцы громко пищат и не дают людям спать. Ивановские орнитологи в этом году насчитали в городе не менее шести выводков. Птенцы покидают гнездо рана, сначала расходятся по веткам, а потом начинают перепархивать, перемещаясь все дальше и дальше. Орнитологи заверяют, что ночные писки совят терпеть придется недолго. Вскоре они начнут более широко кочевать. Спасать их не рекомендуют. Родители птенцов отслеживают и учат премудростям совиной жизни. Сейчас о погоде. Что прогнозируют синоптики на ближайшие сутки? На улице может быть дождь и ветер, а в текстильном центре Рио всегда хорошая погода и приятные подарки. Кофе, бургер, лимонад. Каждый будет очень рад. По будням Рио угощает своих покупателей, дарит свет, тепло и радость. Заезжайте. Акция действует по будням. В пятницу в нашем регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 24, плюс 26 градусов. Ветер северо-западный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление составит 751 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 62%. В выходные дни, по прогнозам синоптиков, будет достаточно жарко. А осадки, похоже, обходят нас стороной. Две минуты, чтобы записаться на прием. Узивен нижних конечностей и анализ крови занимает 40 минут. Сама лазерная процедура займет всего 40 минут. Всего полтора часа, и вы избавитесь от варикоза. Сразу после новостей «Городская хроника». Интересные истории, видео, фото направляйте на наши редакционные мессенджеры. Вайбер, Телеграм, номер на экране. Присылайте свои темы через сайт Иванова Ньюс. Звоните по телефону горячей линии 58-77-77. Я с вами прощаюсь. Удачи всем и хорошего настроения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова